На карте города появится пресс стивидеров, где он будет находиться и главные, кто такие стивидеры, озвучили на сессии Городского Совета Депутатов. Всего городские парламентарии рассмотрели 28 вопросов в повестке дня. Особое внимание уделили отчёту о деятельности Горсовета и исполнению бюджета Наринмара в прошлом году. Сессия началась с отчёта о деятельности Совета за 2013 год. Председатель Ольга Старостина представила депутатам результаты их совместной работы. Отдельно была отмечена работа с молодёжью. Ярко проявила себя общественная молодёжная палата. Организации и мероприятий, в числе которых тренинги, благотворительные акции, встречи с органами госвласти и внесения предложений в долгосрочные целевые программы, одна из которых – молодёжь города на 2014-2016 годы. Сегодня, когда есть такое у нас взаимодействие с молодёжью города, мы чётко понимаем, что надо сегодня молодёжи в городе. Какие направления необходимо немножко даже подталкивать. Те же детские площадки, те же спортивные площадки, тот же молодёжный центр, который... Говорили об освоении бюджета за 2013 год. Он исполнен по доходам на 2 миллиарда 605 тысяч рублей или 80% от запланированных за год поступлений. По расходам – почти 3 миллиарда или 76% от плана. По словам специалистов, низкое исполнение бюджета наблюдается по программе обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной и транспортной инфраструктурами. Основная причина неосвоения средств – нарушение сроков выполнения работ. Застройка города ведётся в соответствии с генеральным планом. Он принят на 2012-2030 годы. В нём нашло отражение развития всех сфер жизни города. Сделан социальный срез города на сегодняшний момент, то есть подведён итог всем сферам жизни города – социальным структурам строительства, экономическим каким-то показателям. План застройки также учитывает демографические показатели. Кстати, по оптимистичным оценкам специалистов, население города к 2020 году составит 25 тысяч человек. Город строится, появляются новые улицы, вместе с ними новое название. О присвоении названий вновь образуемым территориальным единицам также шла речь на сессии. Так, например, территория бывшего лесозавода обретёт название «Проезд стивидоров». Стивидоры – это люди, которые занимаются погрузкой судов. В данном случае на лесозаводе занимались погрузкой судов с продукцией лесозавода. Также на карте города появятся улицы Звёздная, Народная, Прибрежная и проезд лесопильщиков. Ирина Цепитова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо.